Всем привет! Вы находитесь на канале Потерянные Эпизоды, и сегодня я торжественно представляю вам самый большой айсберг по мемишкам во всём мире. Данный айсберг я собирал на стриме вместе со своими зрителями. Если что, всех, кто указал пункты, я упомянул в описании. Так вот, этот айсберг выглядит вот так. Как вы можете заметить, это просто гигантский айсберг. В нём порядка 60 различных пунктов. Я думаю, что больше было найти просто невозможно, и это будет самый большой айсберг в истории моего канала. Итак, давайте начнём. Поднебесье. Персонажи. До определённого момента основными персонажами мультсериала являлись Бурый Медведь Кеша, Белый Медведь Тучка, их подруга Лиса Лисичка, а также Цыплёнок Цыпа. Позже также появились и другие персонажи, о которых мы, конечно же, поговорим, но именно основными являются эти четверо. При этом все персонажи разные по характеру, и каждый из них является довольно колоритным. Тучка – вполне спокойный медведь, который, впрочем, не прочь прииграть в активные игры. Кеша – изобретатель, а Лисичка – просто их подруга, весьма хозяйственная и тоже спокойная. Цыплажа скорее играет роль домашнего питомца. Самая популярная серия. По сути, именно одиночной самой популярной серией является серия номер 21. Больше не надо. Она вышла 7 лет назад на ютуб-канале Мульт и набрала 44 миллиона просмотров. Однако, существует также сборник серии длиной в 1 час. Все серии подряд – Кеша, Тучка, Саня, Соня и так далее. И этот сборник за 5 лет набрал 48 миллионов просмотров. И именно это видео является самым популярным видео по Мирмишкам. Сова. Сова – это один из персонажей мультсериала. И если так посмотреть, то именно этот персонаж появляется самое большое число раз. Ведь мы каждый раз видим его в начальной заставке, перед началом серии. Слишком многого об этом персонаже сказать не получится. Это просто Сова. Она синего цвета и у неё, что логично, большие глаза. Каких-либо реплик ей, к сожалению, не дали. И за весь мультсериал она ничего не говорит. Только появляется в начале серии, а также появляется в виде персонажа в некоторых сериях. То есть не только в начале, но и в самой серии. Но именно говорить она не может. Возраст мультфильма. Мультсериал Миномишки начал транслироваться 21 марта 2015 года. То есть этому мультсериалу уже более 8 лет. Этот мультфильм, по сути, можно назвать ветераном. Концепт-арты. В интернете можно найти некоторые концепт-арты к мультсериалу. Однако подтвердить их официальность довольно-таки трудно. Но я думаю, что, скорее всего, они являются настоящими. Итак, вот эти концепт-арты. Исходя из них, тучку изначально должны вылизывать ветерок, что довольно-таки забавно. Следствие ведут Мишки. Следствие ведут Мишки – это одна из серий мультсериала. Эта серия имеет номер 30, и в ней главные герои ищут того, кто же у кровок зонтики. Из интересного можно подметить, что в этой серии появляется полицейский автомобиль. Полноценная машина, способная ездить. Хотя до этого вроде как автомобиль и там не появлялась. Но само название серии «Следствие ведут Мишки» является, скорее всего, отсылкой на «Следствие ведут колобки» – мультфильм от студии анимации «Пилот». Мемы плюс демотиваторы. Как и по большинству других мультсериалов, по Миномишкам существует довольно большое количество мемов и демотиваторов. Ну, то есть тоже мемов. Это довольно забавные мемы, и говорить тут особо и нечего. Ну, просто мемы и мемы. Один такой мем даже набрал 5 миллионов просмотров на канале «Коллекция мыслей». Медиаресурсы. У Меремишек есть официальный сайт и группа ВКонтакте, а вот насчет YouTube-канала есть определенные вопросы, но давайте по порядку. На официальном сайте можно найти различные кадры, локации, фоны, постеры и так далее по мультсериалу, а также количество серий, длина серии и в общем так далее. В целом ничего интересного на сайте нет. В группе ВКонтакте сейчас довольно часто публикуются различные рекламные посты других проектов, но эта группа ВКонтакте хотя бы активная, в отличие от, например, группы ВКонтакте «Ангел Бэби» или же «Бабблс». Существуют также и другие группы ВКонтакте, фанатские, но о них мы поговорим далее. На YouTube есть канал под названием «Мимимишки сериал», на него подписано более 59 тысяч пользователей. Канал был создан в июле 2015 года. На этом YouTube-канале выкладывались моменты из серии, в среднем длиной по 30 секунд. Но помимо них также выкладывались и полноценные серии, хронометражом в 5 минут. И тут нас трет вопрос, официальный ли это YouTube-канал или же нет. С одной стороны, ни на одном другом медиаресурсе он не указан, но с другой стороны, он зарегистрирован в 2015 году, буквально через пару месяцев после создания самих «Мимимишек». Плюс этот канал существует уже более 8 лет, и из этого я могу сделать вывод, что это официальный YouTube-канал «Мимимишек», ведь иначе эти серии были бы заблокированы из-за авторского права. Но почему этот канал забросили и почему нигде не указан, я, честно говоря, даже не знаю. Мерч. По «Мимимишкам» существует просто огромное количество официального и неофициального мерча. Из официального мерча можно выделить различные музыкальные инструменты, азбуки, столы, конструкторы, пазлы, раскраски, фигурки. Их там очень много. Я, честно говоря, думаю, что именно по этому мультфильму самое большое количество мерча. Ну а также есть, конечно, и различные китайские и некитайские поделки. Выглядят они довольно-таки забавно. Паровоз. Паровоз — это российская студия анимации. Она является создателем таких мультсериалов, как «Мимимишки», «Кошечки-собачки», «Сказочный патруль», «Бумажки» и некоторых других. На самом деле у этой студии анимации очень большое количество проектов. Я думаю, что именно она является даже лидером по количеству разных мультфильмов. В целом, если так посмотреть, то некоторые мультфильмы даже похожи по стилистике. Также у этой студии есть официальная группа ВКонтакте и официальный Ютуб-канал, где они выкладывают различные видео. Ну и, само собой, у них есть сайт. Авторы. Режиссерами проекта «Мимимишки» являются Алексей Миронов, Артур Толстобров, Наталья Чистякова, Михаил Медведев, Екатерина Полякова, Андрей Калпин, а также другие. Музыку пишут Дарья Ставрович и Сергей Боголюбский. Надо отметить, что команда довольно-таки большая. Бумажки. Бумажки – это, как упоминалось ранее, также мультфильм от студии анимации «Паровоз». И в «Мимимишках» существует довольно большое количество ссылок на бумажки. Иногда там показывались серии этого мультсериала, а также у лисички есть игрушка лося Аристотеля. Верхушка айсберга. Номер из 38 серии. В 38 серии «Песня для лисички» Кеша сочиняет для неё некую высокотехнологичную песню. Эта песня полностью состоит из различных цифр, которые как-либо рифмуются. На самом деле, вот так выглядит весь этот номер, и я не думаю, что он хоть что-то может означать. Но если кто-то что-то знает, то напишите об этом в комментарии, будет интересно почитать. По крайней мере, это точно не двоичный год. Игры. И на самом деле, игры на Android сделаны довольно-таки неплохо, но имеют за собой довольно большое количество ошибок. Иногда они вылетают, зависают и так далее. Но в целом, игры достаточно неплохие. Родители. За абсолютно весь мультсериал нам ни разу не показывали вообще ничьих родителей. Ни Кеша, ни Тучки, ни Лисички, ни Цыпы, вообще никого. На Ютубе даже выпускались отдельные видео с теориями, где же могут быть родители главных героев. Но на самом деле, теории строить по сути бесполезно. Ведь давайте подумаем сами, для чего в этом мультсериале родители? Они просто-напросто не нужны мимишкам, вот и всё. То есть, я говорю о том, что в Маше и Медведе действительно интересно, где родители Маши, и почему они оставили её с медведем. Но здесь немного другой концепт, и родители просто не нужны в этом мультсериале. Имя Лисички. Многие фанаты мультсериала считают, что у Лисички нет имени, и на это есть определённые основания. Ведь, например, Тучку зовут не, не знаю, Белучка, не Белый Медведь, а именно Тучка. Да и Бурого Медведя у Кеша зовут именно Кеша, а не там Мишка. Так почему же у Лисички нет имени? На самом деле, оно у неё есть, и её буквально зовут Лисичка. То есть, это и есть её настоящее имя, и это официально подтверждено. Бибизяка. Бибизяка это детский Ютуб-канал, который почти полностью специализируется на различных видео по милимишкам. Обычно в таких видео автор просто играет с игрушкой Кеши, Тучки или кого-либо ещё, и это весь концепт видео. В общем, обычный контент для дошкольников, но основанный именно на Мирмишках. Появление Лисички. Некоторые зрители считают, что Лисичка появилась в мультсериале ещё изначально, с самой первой серии, но на самом деле это не так. Лисичка появилась лишь в 11 серии мультсериала «Глобальное потепление». При этом в этой серии герои уже знакомы, и Лисичка обращается к Кеше по имени. Но при этом Кеша и Тучка имени Лисички не называли, это довольно-таки странно. Один сезон. В Мирмишках присутствует более 240 серий, но при этом все они входят лишь в один сезон. В то время как другие мультфильмы обычно делятся на разные сезоны, по, скажем, 20, 10, а то и 50 серий. Но у Мирмишек сезон всего лишь один, и так уже продолжается на протяжении более чем 8 лет. С чем конкретно это связано, непонятно, ведь другие мультсериалы от компании «Паровоз» делятся на сезоны. Кеша 2. В 81 серии Мирмишек Кеша создаёт своего клона-робота, Кеша 2. Он отличается от Кеши только цифрой 2 на своём свитере. Этого робота Кеша создал, чтобы ничего не делать, не помогать друзьям, не играть с ними и так далее. По итогу, друзья не очень-то и замечают подмены и спокойно играют с Кешей 2. Но Кеша это не нравится, а потому по возвращении Кеши 2 домой, он быстренько его вырубает, упаковывает и говорит, что сделает из него пылесос для лисички. На самом деле серия довольно-таки жуткая. Кеша, по сути, просто взял, создал, а затем уничтожил свою копию. Жутковато. Ритп. По Мирмишкам существует довольно маленькое количество ритп, и все они в большинстве своём вышли очень давно. Три года назад, два года назад, а то и шесть лет назад. Также существует ритп от определённого ютуб-канала, но я даже не знаю, честно сказать, когда я это посмотрел, я был в шоке. Что это вообще такое? Это не ритп, это просто какой-то кошмар. И именно по Мирмишкам он сделан. What a fuck. Фанатское творчество. В этот пункт я решил отнести почти всё фанатское творчество, такое как группы ВКонтакте с мемами или же просто с артами, а также, собственно, сами фанатские арты любителей Мирмишек. Обычно такие арты выкладываются в официальную группу ВКонтакте Мирмишек. Их там довольно-таки много, и надо сказать, что они довольно-таки красивые. Насчёт же фанатских игр их, скорее всего, нет. Я попытался их найти, но не нашёл. То есть, например, нет такого, как с Лунтиком Икс или с Барбоскинами Беквоша. Соня и Саня – это пародия на Вупсеня и Пупсеня. Соня и Саня появились в мультфильме в 99-й серии, и изначально они даже не были знакомы с мемамишками. По сути, если бы Кеша не зафейлил свою аркету, то они бы вовсе не познакомились. Так вот, суть этого пункта в том, что их имена – Соня и Саня. Они оба еноты, и они отличаются, по сути, лишь своим цветом, ну и, конечно, полом. И это, возможно, является пародией на Вупсеня и Пупсеня, которые также являются братьями, они также одного вида. Но при этом разнятся во своём лице и одежде. Отзывы. Что же касается отзывов, то тут момент довольно-таки странный. На некоторых сайтах отзывы прям положительные. Прям одни пятёрки, четвёрки и так далее. А вот на других сайтах, наоборот, отзывы только плохие, и их действительно больше, чем хороших. С чем это связано, непонятно, но в среднем у этого мультфильма довольно неплохие отзывы. Правда, есть и откровенно странные. Но куда же без этого. Пародии. По мимимишкам существуют пародии, и самой популярной из них является пародия «За тупишки» от Пестуса, которая вышла 4 года назад и набрала 14 миллионов просмотров. Но есть также и менее популярные пародии. Фандом. По мимимишкам есть фандом, и на нём расписана информация о почти всех персонажах, а также о самом мультфильме вкратце. Возраст персонажей. Никакой официальной информации по данному поводу не существует, можно лишь строить теории. В целом, можно прикинуть, что Кеш с Тучкой 10 лет, Лисичке, например, 9, Ципе около 2 или 3 лет, а Соне и Сане, наверное, около 12 лет. Но это ничем не обосновано, и лишь моя быстрая теория на этот счёт. Китай. Согласно официальной информации, мимимишки являются очень популярными не только в России, но и в Китае. Контракт на показ мультфильмов от компании Паровоз в Китае был заключён в 2017 году, то есть более 6 лет назад. Фестивали. По мимимишкам существуют, ну или же существовали, различные спектакли и фестивали. Как минимум в 2018 году они точно проходили. Так же они были и в 2019 году. И ещё я заметил довольно-таки забавную рекламу воды Черноголовка от мимимишек, где они просто профотошопили бутылку к уже готовой серии и выдали это за рекламу в фестивале. Какая-то небольшая халтура вышла. Додо. На протяжении ограниченного количества времени в Додо Пицце продавалась пицца мимимишки. Это была эксклюзивная пицца с различными начинками, а в комплекте шли различные игрушки. Сейчас такой пиццы уже нет. Интернет. Несмотря на то, что главные герои живут в, казалось бы, глухом лесу, у них есть интернет. Подтверждение этому можно найти в 62 серии мультсериала под названием «На связи», где Тучка и Кеша общались через интернет. Кстати, кто помнит эту старенькую рекламу игр от мульта с мимимишками? Блин, это было очень давно. Самый редкий и самый частый персонаж. Какой-то абсолютно точной статистики по этому поводу нет, но давайте попробуем разобраться. Начнём с Лисички. Она появлялась во всех сериях, начиная с 11, кроме также серии под названием «Очкарик». В ней Лисички не было. Несложными расчётами можем понять, что Лисички не было в 11 сериях. То есть она была во всех остальных 231 серии. По крайней мере, по данным сайта Фандом. По Кеше и Тучке также нет точной информации, но я предполагаю, что они были во всех сериях. Итак, у нас остались только Саня, Соня и Валя. Крот Валя появился, насколько я понял, в 101 серии мультсериала, а Соня и Саня в 99-й, как говорилось ранее. Таким образом, мы можем предположить, что реже всех в мультсериале появлялся енот Валя, просто потому, что он появился позже всех. Ну а чаще всех, по такой логике, появлялись Тучка и Кеша. Что же касается Цыпы, то он, по сути, появлялся реже, чем Кеша и Тучка. Хотя, у него даже есть несколько серий, где он является главным персонажем. Ципа-почтальон, путешествие Цыпы и пропажа Цыпы. Но всё же он не является самым частым персонажем. Но это мы рассмотрели персонажей, которые часто появляются на экране, можно сказать, главных героев. А что насчёт второстепенных? Не стоит забывать, что у нас ещё есть сова, которая появлялась в каждой серии. Таким образом, именно она является самым частым персонажем. И тут наверняка какой-нибудь умник упрекнёт меня, мол, вообще-то, сова не появляется в новой заставке, она была лишь в старой. Но нет, сова всё равно появляется, только в виде картины в Адоме Вале. Все изобретения Кеши. За весь мультсериал Кеши изобрал огромное количество самых различных механизмов, машин, роботов и так далее. И, конечно же, я постараюсь перечислить их все. Итак, начнём. Прежде всего, напоминалка. Это одно из самых первых изобретений Кеши, и оно часто помогало ему в разных ситуациях. А также на него можно поставить таймер, по истечению которого эта напоминалка созвенит. Далее, Сытый Мишка 2000. Этот прибор может приготовить любое блюдо на заказ, при наличии необходимых ингредиентов. Силомер. Это прибор, который сделал Кеша для измерения силы. И, исходя из результатов, Саня самый слабый, Кеша средний по силе, тучка немного лучше Кеши, а самым сильным является Валя. Остановщик времени. Это одно из самых удивительных изобретений Кеши, которое способно останавливать время в небольшой сфере. Сфера эта появляется при нажатии на красную кнопку. Это изобретение, по сути, имеет огромные возможности. Листья уборочная машина. По задумке, должна была быть грибособирательной, но в итоге оказалась очень полезной для уборки листьев. Машина времени. Это, наверное, самое великое изобретение Кеши, благодаря которому можно вернуться на 5 минут назад. В серии динозаврик, благодаря этому прибору, герои побывали в мире динозавров. Луч добра. Это устройство, делающее персонажей, которые попали под его воздействие, очень добрыми. Также у него есть функция возвращать их состояние назад. Также изобретением Кеши является Кеша 2, о котором я рассказывал ранее. Всемашина. Это устройство, которое, по задумке Кеши, должно было уметь делать всё. И плести воньки из цветков, и рыбачить, и всё что угодно. Но, к сожалению, его задумка провалилась. Розовые очки. Это изобретение Кеши. Как ни странно, очки с розовыми линзами. При их надевании, весь мир становится очень красочным, красивым и милым. Хотя на самом деле, оказывается, что всё было ровно наоборот. Также в серии Изобретатель Чуда Кеши изобрал машину, которая смогла сгенерировать северное сияние на небе. Ещё Кеши создавал некоторые ракеты, с помощью которых можно было летать. Например, в серии Лунные приключения, с помощью одной из таких ракетные мишки побывали на Луне. Если я не ошибаюсь, это были абсолютно все изобретения Кеши. Но если я вдруг что-то не упомянул, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Середина Айсберга. Связь с весёлыми мишками. Весёлые мишки – это мультсериал, который выходил в 2007 году. По сути, он делится на две части. Качественные серии и некачественные серии. Качественных серий вышло 7, а некачественных 6. Так вот, в чём же связь? В этом мультсериале главными героями являются Белый медведь Тундра, Бурый медведь Потап, а также их цыплёнок по имени Ципа. В мультсериале также появляются другие персонажи, например, Турист Панда, Дракон Примус, Пингвин Кука, а также Волк. Согласитесь, что состав главных героев, ну, очень уж похож на Миромишек. А всё дело в том, что этих двух мультфильмов, по сути, одни и те же авторы, то есть один и тот же режиссёр, а также некоторые другие члены команды. Некоторые называли Миромишек плагиатом весёлых мишек, другие просто говорят, что это одна и та же вселенная. Но на самом деле нет, это не плагиат, потому что авторы одни и те же, а их вселенные не могут быть связаны, так как Потап и Тундра очень сильно отличаются от Тучки и Кеши, хотя бы своими именами. Также в Весёлых Мишках не было Лисички, а дома персонажей был один на двоих, так как Тундра приехал к Потапу в гости. Ну и раз уж я упомянул мультфильм Весёлые Мишки, по нему у меня также есть айсберг. Пришельцы. В мультсериале полноценно появлялся пришелец, похожий на Тучку и Кешу, но с неким ободком на голове, он весь синего цвета, и не является агрессивным. И тут небольшое отступление, дело в том, что на самом деле Сова всё-таки разговаривала с главными героями. Это было в серии, о чём говорят птицы, и в этой же серии Кеша создал прибор для распознавания птичьего языка, поэтому это ещё один прибор, который создал Кеша. Просто небольшое отступление. Уезд Тучки с севера. Мы знаем, что Тучка уехал с севера в этот лес, и теперь живёт там уже долгое время, с Кешей, Лисичкой и другими персонажами. Но почему же именно Тучка уехал с севера? Что ему там не понравилось? За весь мультсориал, кстати, Тучка так ни разу и не посещал север, то есть он уехал оттуда насовсем. Тут можно только строить теории, никаких официальных ответов не существует. Быть может, Тучку изгнали? Вырезанные фрагменты. Вообще, это уже определённый поджанр видео на Ютубе, где люди вырезают момент из мультика, а затем как-либо его кастомизируют. Но в самом мультфильме, само собой, нет никаких вырезанных фрагментов. По крайней мере, никто об этом не знает, ибо все тени не утекали. Путешествие с Кешей и Тучкой. По сути, это некий отдельный спин-офф, который можно посмотреть на кинопоиске. Длится он 50 минут, и исходя из описания, в нём собраны самые лучшие серии мультсериала. Цыплята не умеют говорить. Все цыплята, которые были показаны нам в мультсериале, не умеют говорить. Точнее, они умеют говорить, но на своём, а не на обычном языке, на котором говорят все остальные персонажи. С чем это связано, не совсем понятно. Но, как бы то ни было, персонажи понимают речь цыпы, значит, они тоже знают его язык. Север среди леса. Практически все серии происходят в лесу, в котором живут главные герои. В этом лесу довольно-таки тепло, по крайней мере, герои ходят без штанов, и без курток, без шапок. Ну, обычно, когда настаёт зима, там они, конечно, уже одеваются тепло. Но суть не в этом. Суть в том, что даже в тёплое время года дом Тучки, его иглу, не тает. И с чем это вообще может быть связано? Нам ни разу не показывали, чтобы Кеша изобрёл какую-нибудь анти-таительную машину. Значит, дом Тучки не тает просто так. Очередное необъяснимое явление. Комната смеха. Комната смеха, а если быть точнее, щекотальная комната, появилась в 33 серии мультсериала. В этой серии Кеша и Тучка отправились изучать пещеру, но перед этим решили потренироваться на полосе препятствий, которую сделал Кеша. Так вот, одним из препятствий являлась щекотальная комната. Нам показали лишь то, как персонажи тогда засунула железная рука, но что именно происходило в этой комнате, непонятно. Ну, судя по всему, их просто щекотали, ибо персонажи очень сильно смеялись. Сама пещера, к слову, ввела в итоге в подвал лисички, но об этом чуть позже. Топливо. В некоторых сериях нам показывали автомобили, будь то полицейская машина, обычная машина или грузовик, и они ездят логично на топливе, но откуда берётся это топливо? Вообще, скорее всего, этим топливом является органика, либо же нефть, и Кеша просто перерабатывает её с помощью одной из своих машин, но опять-таки нам этого не показывали. VHS. Изначально этот пункт был обобщён с потерянными эпизодами, но я решил вывести его отдельно. На Ютубе существует как минимум два VHS-видео с миномишками. Это как бы потерянный эпизод, но немного по-другому. В нём нет закадрового голоса, и именно это напрягает зрителя. Там обычно никого не убивают, сценарии там не жуткие, а скорее напрягающие, так скажем, немного пугающие. Именно это отличает их от потерянных эпизодов. Космос. Как говорилось ранее, миномишки летали в космос, а именно на Луну, и там они просто проводили время. По сути, ничего важного там не происходило. Обычная серия, дабы показать зрителям, что существует Луна. Другие планеты нам не показывали. Подвал Лисички. Как раз в Подвал Лисички в итоге вышли Кеша и Тучка в 303 серии. Выходит, что любой снаружи может пробраться в Подвал Лисички, так как туда ведёт прямой проход. В самом Подвале Лисичка хранит различные запасы, компоты и всё прочее. Детей там нет. Динозавры. В 85 серии мультсериала полноценно появлялись большие динозавры. Благодаря мошене времени Кеша удалось переместиться в прошлое, и как раз из-за этого герой смогли увидеть настоящих динозавров. Эти динозавры были абсолютно не агрессивными. Гематоген. По Мелимишкам существует официальный гематоген, то есть это батончик такой, типа с железом, и с картинками Мелимишек на обложке. По сути, он ничем не отличается от остальных, просто о нём есть бренд Мелимишек. Рыбалка без рыбы. В мультсериале мы не раз видели, как Кеша и Тучка рыбачат и ловят рыбу, но при этом нам ни разу не показывали, как они её готовят или едят. По официальной информации связано это с тем, что Мелимишки это добрый мультсериал, и вот эта сцена поедания рыбы была бы слишком жестокой для такого мультика. Но при этом нам показывали, как Мелимишки едят сосиски и другую мясную еду в некоторых сериях. И вот это уже странно, то есть рыбы есть нельзя, а сосиски можно. Саня и Соня. Как я уже говорил, в 99 серии мультсериала появляются два новых персонажа, Саня и Соня. Это два енота коричневого и розового цвета, соответственно. В самом мультсериале нам не говорится, откуда конкретно они появились. Кеша просто построил ракету, которая приземлилась неудачно, и он подумал, что эти два енота это пришельцы. В итоге Кеша даже помог сделать их дом. Но на самом деле существует официальный ответ от создателей мультсериала. Дело в том, что раньше Саня и Соня жили в другом лесу, но решили отправиться в этот лес, где живут главные герои. А еще я понял, что Валя появился не в 101-й, а в 100-й серии, юбилейной. И можете не писать в комментариях о том, что я ошибся. Город Цыплят. В 88-й серии путешествия Цыпы нам впервые показывают город Цыплят. Этот город довольно-таки большой, в нем проживает множество цыплят, очень похожих на Цыпу. Также там Цыпа находит себе подругу, которую зовут Цыпуша. А еще у этого города есть король. Сам Цыпа попал туда в результате крушения самолета, но в конце серии он возвращается к своим друзьям, а также к ним в гости приходят сами жители из города Цыплят. Тучка-шаман. У Тучки есть все необходимое снаряжение шамана, а также в некоторых сериях он, по его словам, разговаривает с духами. Из этого можно сделать вывод, что Тучка полноценный шаман, и скорее всего, он обучился этому на севере. Дно айсбернга. Поздравление с днем рождения. На сайте tlum.ru можно заказать видео поздравления с персонажами из Беномишек. И, чтобы вы понимали, как это выглядит, я постараюсь вставить один из фрагментов такого поздравления. Чтобы мы могли его поздравить. Кеша, ты гей. Внимание! Запускаю! Как его зовут? Это Рома. Сначала там говорит говорилка, то есть обычный бот, а затем идут голоса, которые абсолютно никак не обработаны и записаны, знаете, как будто через голосовое сообщение. И ладно бы это еще было бесплатно, или стоило дешево, но вот прайс-лист этих двух вариантов. Либо с фото, либо с 3D-персонажем. И это капец, это... Что это вообще? То есть они просто делают один шаблон, а уже потом под этот шаблон ставят звуковую дорожку и разные картинки. Но, блин, прикол в том, что даже сам шаблон сделан максимально хаутурно. Это прям капец. Фанфики. Тут все как обычно. Есть как и относительно нормальные работы, так и полностью отбитые, написанные непонятно кем. Ну, вот, например, вот это. Вообще, это уже реально обычное дело, ибо у каждого российского мультсериала есть вот такие две категории фанфиков. Валя был всегда. Валя появился в сотой серии мультсериала, и главные герои нашли его, по сути, случайно. Они нашли некий древний артефакт, а затем, на месте, где нашли его, решили сделать музей. Но оказывается, что в том же месте находился и дом крота Вали. Там же они все и познакомились, и Валя сказал, что он там живет. Так вот, эта теория заключается в том, что Валя всегда был в мультсериале. Просто он жил под землей, и поэтому мы никогда его не видели. Например, енотов изначально не было в этом лесу, потому что они пришли из другого леса. А вот Валя изначально был именно в этом лесу, судя по всему. Так что, возможно, он всегда был в мультсериале. Мультивселенная. В 54-й серии «Идеальные друзья» Кеша изобретает портал в другую вселенную, где все его друзья являются максимально умными, даже умнее его. Самым умным там является Ципа. Из этого можно сделать вывод, что существует как минимум две разные вселенные в этом мультсериале. Это «Обычная вселенная» и «Вселенная гениев». Кстати, во «Вселенной гениев» не было своего Кеши. Кеша, который пришел из своей вселенной, был там единственным. Помимо этого, можно также сказать, что отдельной вселенной является вселенной, где мои мишки попали в мир динозавров, так как их там быть не должно было, и это уже является отдельным ответвлением. Но это уже довольно сложно. Гигантская лисичка. В 21 серии «Больше не надо» лисичка становится гигантской из-за изобретения Кеши, которая способна увеличивать и уменьшать существ. Также в этой серии лисичка научилась летать. Но, конечно, в конце серии оказалось, что это было всего лишь с новым лисички. Надо сказать, что гигантская лисичка выглядит довольно-таки жутко. Жители других лесов. Мы точно знаем, что помимо основного леса, так сказать, есть еще и другие различные леса, в которых также кто-то живет. Подтверждением этого является как минимум то, что Соня и Саня пришли с другого леса. Помимо них, также на одну серию появлялся гигантский паук в серии «Лесной хулиган». И он также является жителем другого леса. Однако, сам другой лес или же других персонажей, которые в нем живут, нам не показывали. Поэтому можно лишь гадать, как он выглядит. Мясо в мультике. В мире мишках в некоторых сериях можно заметить различные мясные продукты, например, сосиски. И тут настаёт вопрос, а из чего они сделаны? Мы ни разу не видели ни коров, ни куриц, ни свиней в этом мультфильме. Да и не похоже, чтобы у Кеша был свой мясокомбинат. Тогда можно сделать вывод, что, скорее всего, эти сосиски сделаны из сои. Я думаю, что Кеша, скорее всего, в этом разбирается. Но, опять-таки, официальных подтверждений или каких-то опровержений этому нет. А ещё, пока я разбирал этот пункт, я наткнулся на вот такое вот рекламное видео «Время питаться правильно», вышедшее на сайте «Смотрим». Это отдельно созданная анимация именно под эту рекламу и в ней говорится, что Валя очень любит мясные котлеты. Но откуда взялось мясо в миромишках, там тоже не сказано. Потерянные эпизоды. По миромишкам существуют потерянные эпизоды. Это видео с крипипастами, которые выдумывают сами авторы. Обычно там кто-то погибает, кто-то выживает, кто-то воскрешается и так далее. Первым такую тему начал Сиргионис, а уже за ним начали повторять и все остальные. Даже по сей день существуют некоторые потерянные эпизоды по миромишкам. Ну и еще можно подметить, что первым видео на моем ютуб канале потерянные эпизоды также является потерянный эпизод именно по миромишкам. Слонопотам. В 67 серии Кеша и Тучка лепят снеговиков, а пока Тучка отходил за выход для снеговика, Кеша случайно сломал его и выдумал Слонопотама. По его задумке Слонопотам это гигантский слон синего цвета. В итоге Тучка и Лисичка делают костюм настоящего Слонопотама и пугают им Кешу. Даже несмотря на то, что Слонопотам это выдуманный персонаж, это все же единственный случай, когда мы видим слонов в мультсериале. Правило 34. Обычно по мультфильмам оно либо есть, либо его нету, но здесь ситуация немного другая. Дело в том, что оно существует и его довольно-таки много, но суть даже скорее не в этом, а в том, что оно очень сильно распиарено. Какое-то время в ТикТоке ходили кадры из одного комикса, как раз-таки посвященного мимишкам в этой тематике. А также существует 3D-анимация, которая сильно расфорсилась на Ютубе, аж на 280 тысяч просмотров. Конечно, там не полные версии, что в ТикТоке обрезанный комикс, что на Ютубе обрезанное видео, но все же именно по этому мультфильму такие арты стали наиболее распиаренными. И это, естественно, плохо, и вы просто представьте себе человека, который случайно зашел в шортс, а увидел там вот это. Ну а сейчас найти такой контент довольно-таки сложно, и я бы даже сказал невозможно, так как все ресурсы были заблокированы. Последняя серия. На данный момент последней серией является серия номер 234 под названием День рождения Ципы. Эта серия вышла на Ютуб-канале Мульт три месяца назад, а точнее 18 июля 2023 года. Однако в конце в титрах было указано, что эта серия сделана еще в 2021 году. На данный момент новых серий еще не вышло, но я надеюсь, что еще выйдут. Вроде как официальных заявлений о закрытии мультфильма еще не было. Тем более, на кинопоиске можно найти информацию о том, что еще как минимум 20 серий должны выйти. Правда, названий у них пока нет. На этом разбор моего айсберга завершен. Это был самый большой айсберг на моем Ютуб-канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Возможно, я что-то упустил и вы хотите что-либо добавить. Также, все, кто помогал в составлении айсберга, будут отмечены в описании. Также, вы можете подписаться на мой дискорд-сервер и телеграм-канал, там будут все новости. Это был самый большой айсберг на мишек, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok